Всем привет! Мы сегодня с вами продолжаем размышлять, учиться, мыслить неординарно, смотреть нестандартно и помогать себе. Мне больно. Мне больно. Как часто вы произносите эту фразу? Как часто вы другому готовы сказать правду? Мне больно, что ты не смотришь на меня. Мне больно, что ты меня не понимаешь. Мне больно, что ты меня не поддерживаешь. Мне больно, что ты сейчас отвечаешь мне так, словно я чужой тебе человек. Мне больно из-за того, что я не могу найти себя. Мне больно из-за того, что у меня не получается. Мне больно, потому что мне страшно. Мне больно, потому что я чувствую себя одинокой, даже когда мы вместе. Мне больно, потому что я не могу почувствовать, чего бы мне хотелось. потому что я растеряна, потому что у вас может быть миллион причин, почему вам больно. И вы знаете, я часто замечаю, как на нас нападает лишний вес, на нас нападает агрессивность, которая идет как защитная реакция нашего организма на что-то, которая выглядит как обвинение, нападение на другого человека. Ты, это все из-за тебя, это все про тебя, у меня не получается, потому что ты в этом виноват. Это все наша боль. И нам очень сложно с вами признаться, что нам бывает больно. Я часто смотрю на людей и вижу, как им больно от чего-то, и они полностью меняются из-за этого. У нас с вами точно так же, просто мы умеем видеть это в других, хотя не всегда правильно транслировать. Но мы не замечаем этого у себя. Нам кажется, что больно – это как-то стыдно, нам кажется, что это проявление нашей слабости. А ведь, по сути, больно – это всего лишь некая кнопка, некая указка и указатель на то, что сюда нужно подсветить, что там, где больно, там нужно разобраться. Потому что, если бы мы с вами в физическом мире, да, нас кто-то взял за руку, мы точно понимаем, почему больно он сдавил мою руку. Но в жизни мы не всегда понимаем, почему больно. Почему мы пытаемся что-то сбросить, пытаемся в чем-то разобраться и не знаем, в чем причина. И многие из нас живут много лет с болью. У меня так было. Много лет мне было больно. В каких-то ситуациях, знаете, я прям чувствовала, как ко мне подступается вот такая удушливая рука, которая меня душит. И я знаете, что делала? Я в этот момент чувствовала себя сильной. Сильной, какая я сильная, мне же так больно. А я такая сильная. Я сильная, я справлюсь, да. И глушила эту боль. Глушила. Находила что-то хорошее. Знаете, когда вам плохо, обратите внимание на что-то хорошее. Это вроде бы рабочая методика, но надо разобраться, а больно это чего. Я не разбиралась. Страшно было. Потому что мы всегда подсознательно чувствуем, что там, где больно и там, где надо разбираться, там, скорее всего, придется произвести удаление. Знаете, это как не обращать внимания на болящие зубы и не пойти к стоматологу, потому что вдруг, вдруг там что-то страшно. Поэтому я лучше перетерплю боль, подожду, пока нервы сдохнут, пока зуб разрушится и приду уже тогда, когда уже все. Я делала приблизительно то же самое в своей жизни и не реагировала на то, где было на самом деле больно. Знаете, до такой, до крови больно, до мяса больно. Где я понимала, что это очень близкий, делает меня очень больно. Он же не специально этот близкий так делает, говорила я себе. Он же тоже не понимает, что он делает. А есть другие люди, они еще больнее делают, поэтому это нормально. У нас все время в голове есть вот это полумеры. Ну, это больно, но это же можно вытерпеть. Это вот когда будет уже невозможно терпеть. Если вам становится больно, если вы замечаете в себе, что происходит какая-то ситуация, ваш любимый человек что-то делает, говорит или молчит, вам больно. Если вы чувствуете, что где-то есть дискомфорт, он уже начался, вы уже понимаете, что процесс куда-то запущен. Посмотрите в эту боль. Уберите этот страх и поймите, что боль это также указатель, куда копать, где расти, потому что там клад. Вот там, где боль, там клад, понимаете? Клад наших новых качеств, нашей силы, наших возможностей. Я встретилась недавно с подругой, умной, красивой, вообще просто топчик. И, конечно же, у таких, как мы, приобщусь к ней, всегда есть свой тайный карман, шкаф с черными скелетами. И она говорит мне, ты представляешь, война, все, а я так рванула. Я, говорит, такую работу над собой проделала. Говорит, Ольга, я все проговорила. Я наладила отношения с мужем, хотя хотела, думала, что уже разведусь. Но они спаслись благодаря этому. Но я, говорит, во мне так много всего прорвало. Я проговорила всем, кто меня окружал. Все то, говорит, что меня буквально изнутри съедало. Я, говорит, так сильно заболела. Просто ничего не могла поделать. Говорит, и только когда я начала говорить, только когда я начала это все выговаривать, всем людям меня начало попускать. И мы сидим с ней, и она говорит, я так счастлива, что я прожила этот период. Говорит, он такой тяжелый. Я бы никогда на это не решилась. А я сижу и слушаю ее слова. И понимаю, что она говорит как бы про меня, как бы это я ей говорю. Потому что я тоже пришла в такой тяжелый период. Период тяжелый, потому что я себя открывала и вскрывала. Потому что я доставала наружу все эти скелеты, пандоры, там все. Пришлось, знаете, такая генеральная уборка. Я знаю, что такая уборка должна происходить у каждого человека с какой-то периодичностью. Как правило, после этой уборки часто выбрасываете шкафы, на их место ставятся открытые гардеробные. Происходит такое, знаете, современное такое изменение. Но вы должны понимать, что в этом и есть кайф. Жизнь это не про сохранение старого. Это про развитие нового. И это прекрасно. Поэтому, когда вам в следующий раз станет больно, а вы возьмите и скажите вслух. Мне больно. Это, скорее всего, станет началом. Началом разрушения ненужного. Началом создания и строительства нужного. Но это приблизит вас к вам. Это приблизит вас ко мне. Потому что, скорее всего, в этом периоде вам понадобится поддержка, вам понадобится какая-то опора. Ее искать нужно в себе. Не во мне, в себе. Но я создаю такие продукты, такие тренинги, в которых вы это найдете. Рерайтер жизни, невероятный марафон, который поможет вам себя собрать. Невероятный марафон про любовь к себе, где вы вообще соберете себя, где вы вообще найдете стержень себя, где вы наконец-то распрощаетесь и найдете те обиды, проблемы и все то, что вы вместо того, чтобы искать в себе, пытались заставить других людей это вам дать. Потому что это якобы есть у них. Они вам должны, они вас должны поддержать, они... Это классный период. Поэтому, если вам больно, я вас поздравляю. Если вы это признаете, это прям начало-начало. И вы знаете, что я вам в этом всегда помогу. Точно помогу. Поэтому, как минимум, хотя бы смотрите видео. Смотрите. Оставляйте комментарии, если вам понятно, про что я говорю. А то иногда у меня тоже есть такой страх, что никто не понимает, о чем я. Что я куда-то так ныряю, что лучше бы рассказывала 5 причин, почему нужно покрасить стены. Или 5 способов удовлетворить мужика. Вы знаете, я считаю так. Пока я не пойму, чего я хочу, нафиг мне тот мужик. Всем хорошего дня.